Добрый день, дорогие друзья, с вами Forbes Digest. Сегодня мы поговорим про Тиндер, Баду и другие сервисы для знакомства в интернете. В этом выпуске вас ждут истории создания Тиндер, Бамбл и Баду. Расскажем о русском миллиардере в Лондоне Андреи Андрееве. Поговорим с Артуром Хачуяном, который знает все про наши социальные сети. Он рассказал нам, как вычислить чиновников, жен миллиардеров и Павла Дурова по аккаунтам в социальных сетях, а также узнаем, можно ли познакомиться с героями Forbes в Тиндере и что они думают о дейтинг-приложениях. Приятного просмотра! Если зайти в топ бесплатных приложений App Store, Баду занимает 70-е место, Тиндер — 86-е. Всемирная аудитория Тиндер составляет примерно 57 миллионов пользователей. Приложение работает больше, чем в 190 странах мира. Полтора миллиарда или даже больше свайпов случается ежедневно. Каждую неделю на свидание из приложения ходит больше миллиона человек. Любопытный факт. Около половины пользователей Тиндер уже имеют постоянного партнера или даже состоят в супружеских отношениях. Многие открывают приложение в местах ожидания. Пробках, лифтах, очередях, чтобы как-то развлечься. Другая половина, примерно 25 миллионов человек, хочет найти настоящую любовь. Кто и почему создал Тиндер? Главный мобильный сервис знакомств прошел путь от стартапа до проекта с многомиллионной аудиторией. Сооснователи Тиндер — Шон Редд, Джастин Маддин и Джонатан Баддин. Сео-компании Шон — непубличный человек в Инстаграме, у него совсем немного подписчиков. Давайте посмотрим его профиль. Фотография Шона из Музея современного искусства в Сан-Франциско, ценитель прекрасного. Вот скриншот, где написано «Тиндер — самое быстрорастущее приложение в мире». Правда, фото от 30 августа 2017 года. Забавное видео, где даже Санта-Клаус свайпает Тиндер. Еще есть выступление Шона на мероприятии Forbes 30D30. Фотография с мамой и селфи с командой. В 2017 году в интервью изданию «Бизнес Инсайдер» Шон рассказывал, как ему пришла идея создания дейтинг-приложения. Я был невероятно стеснительным. Я и сейчас застенчивый человек. Однажды я сидел в кофейне с друзьями и увидел девушку. Я посмотрел на нее, она поймала мой взгляд. И я подумал, ох, черт, она заметила, что я на нее смотрю. Сначала я занервничал, а потом понял, постойте-ка. Она посмотрела на меня и улыбнулась. То есть как бы дала понять, что не против познакомиться. Тогда мое волнение ушло. Я начал об этом думать и анализировать ситуацию. Я понял, что когда ты знаешь, хочет кто-то с тобой познакомиться или нет, ничто не препятствует созданию связи между вами. Так мне пришла в голову идея Тиндер. Вот такая романтичная история привела Шона и команду к компании, которые сейчас стоят миллиарды долларов. Тиндер принадлежит Match Group, и ее рыночная капитализация составляет более 16 миллиардов долларов. Основатели компании в рейтинг Forbes не входят, потому что компанией владеет Interactive Corp, американская интернет-корпорация. Она управляет более чем 150 брендами примерно в сотни стран. Среди них поисковые сайты ask.com, about.com, сервисы свиданий Tinder, Match.com, новостные сайты, сервисы онлайн-видео Vimeo и другие. Владеет iAct, это сокращенное название Interactive Corp, Berry Dealer, номер 568 в глобальном списке Forbes. Его состояние оценивается в 3,8 миллиарда долларов. Интересный факт. Женат миллиардер на дизайнере Диане фон Фюрстенберг. Познакомились они не в Тиндере. Большой бизнес, построенный на приложении для знакомств, просто обязан сопровождаться конфликтом на почве личных отношений. Так и родился конкурент Тиндера, Bumble. Уитни Вулф Хёрд, создатель быстроразвивающегося дейтингового сервиса Bumble, не сходит с обложек журналов. Она желанный хедлайнер всевозможных конференций. Практически в каждой посвященной ей статье говорится, что за прошедшие годы ей многое пришлось пережить. Скандал с бывшим партнером и бойфрендом Джастином Маттином. Суд с ним, уход из Тиндера, а потом запуск Bumble. В июне 2014 года она подала на Тиндер в суд за харрасмент, утверждая, что ее бывший босс и бывший же молодой человек Джастин называл ее «ш***» и «охотницей за деньгами» и заваливал сообщениями, оскорблениями и угрозами, которые она приложила к своей жалобе. Она также утверждала, что Тиндер, принадлежащий АЭК и ее спин-оффу в виде мэйдж-групп, незаслуженно лишил ее статуса сооснователя. Ее проект Bumble изменил рынок знакомств, позволив делать женщинам первый шаг. Компания была обречена на успех. Они очень быстро стали самым близким конкурентом Тиндер. Мэйдж-групп, владеющая Тиндер, предложила за проект Hurt 450 миллионов долларов, но та отказалась. Источники утверждают, что позже Мэйдж повторил свое предложение, и на этот раз речь шла об оценке компании, превышающей 1 миллиард долларов. Ну и тогда не получилось. Участница списка Forbes 30 и 30 владеет долей в 20% акций компании Bumble, а это означает, что ее состояние превышает 100 миллионов долларов. Все изменилось, когда Уитни получила письмо с незнакомого адреса, подписанное русским бизнесменом. Кто владеет львиной долей почти 80% акций Bumble? Русский миллиардер Андрей Андреев. Hurt познакомилась с Андреевым в 2013 году, когда еще работала в Тиндер и произвела на него впечатление. «Если честно, я сразу полюбил увлеченность и энергию Уитни», говорит Андреев, который приобрел репутацию затворника, так как резко дает интервью. «Я подумал, что она очень крутая леди, и что стоит внимательно за ней следить». Когда она не ответила ему, его команда связалась с ее юристами, пожелав удачи в судебной битве и добавив, что Андреев был бы рад с ней поработать. «Моей изначальной идеей было предложить ей позицию СИМО в Баду», говорил Андреев. Кто он такой? Участник списка Forbes Андрей Андреев. В новом рейтинге Forbes 200 самых богатых россиян миллиардер Андрей Андреев занимает 44 место с состоянием в 2,3 миллиарда долларов. Заниматься бизнесом он начал в конце 90-х. Сначала в 1999 году запустил сервис веб-аналитики SpyLog. В 2002 году создал сервис контекстной рекламы Begun, 80% которого через год продал PINAMU. В 2004 году Андреев создал сайт знакомств Mambo, который принес ему первый серьезный капитал. В 2005 году Mambo купил тот же PINAMU за 20 миллионов долларов. Вырученных средств Андрееву хватило на то, чтобы запустить в 2006 году сервис знакомств Badoo со штаб-квартиры в Лондоне. Сейчас у Badoo 421 миллион пользователей по всему миру. В 2014 году предприниматель совместно с Whitney Wolf создал американский дейтинговый сервис Bumble, вложив в бизнес 10 миллионов долларов. Он получил 78,21% в капитале компании, а в 2017 году Bumble оценили в 1 миллиард долларов. У компании 150% роста выручки за год. Правда, предприниматель утверждает, что в бизнесе он сейчас больше присматривает за группы компаний. В России Андреев не был с 2008 года. Но вопрос «почему?» отвечает. «У меня очень много разъездов по Америке и по Европе, связанных с бизнесом. Общаться с журналистами бизнесмен не любит. Говорит, что предпочитает заниматься технологиями, а не давать интервью». Убежденный холостяк Андреев известен любовью к масштабным вечеринкам, на одну из которых он потратил 185 тысяч долларов. Детей у предпринимателя пока нет. «Последние пять лет вашей жизни вы занимаетесь введением и раскручиванием компаний, которые не имеют ничего общего с Россией?» «Да». «Извините, вчера была ужасная вечеринка». Таковы некоторые истории ключевых фигур мирового бизнеса в сфере дейтинг-приложений. Среди молодой аудитории Forbes приложение для знакомств – нормальная вещь. Но можно ли таким образом познакомиться с миллиардером, успешным бизнесменом или известным журналистом? Ответ в специальном материале. «Вот вы как считаете, мужчина должен завоевывать девушку какими-то традиционными способами? Цветы, свидания, внимание? Или современные технологии, такие сухие, я бы сказал, неэмоциональные, тоже имеют место быть в нашем мире?» «Ну, они имеют место быть, безусловно. И у меня нет рецептов никаких, но лично я, лично я считаю, что женщину завоевывают только вниманием. И вопрос не в цветах, а вопрос умения дать ей почувствовать, что лучше ее нет на свете. Только так можно завоевать. «Какие цветы любите дарить?» Я вообще больше всего люблю тиньпаны. Тиндер – это, ну, мне кажется, уже не тот способ знакомства, который кого-то должен удивлять. Сегодня любое потребление в связи с технологиями ускорилось. Получение еды, передвижение, получение информации, и в том числе знакомства. Тиндер – такая же база, как и любая другая, агрегирующая данные, и на основе этих данных дающая людям возможность как можно быстрее встречаться с теми, кто отвечает их запросам. Это абсолютно неизбежная технология знакомства. Они, естественно, нужны. Люди сегодня… То есть должно быть все. Люди должны знакомиться на улице, люди должны знакомиться в баре, люди должны знакомиться в виртуальном пространстве. И это совершенно не параллельные, не взаимосключающие процессы. Дело в том, что если технические средства позволяют меня свести с человеком, который находится один на миллион, то это дорогого стоит. Ты этого человека не встретишь, его или ее ты не встретишь вот так, вот так случайно на улице. Подобные сайты, они могут быть очень полезны для людей, которым сегодня сложнее выйти из дома. И, к сожалению, мы знаем, что у нового поколения гораздо меньше личного общения, больше направлено на интернет, на социальные медиа. И такие сайты, если они правильно структурированы, они могут действительно добавить людям какого-то общения, которого, к сожалению, не существует в реальной жизни. Нет монополии на то, как люди знакомятся. И так как я работаю в технологической компании, я считаю, что использование новых технологий при знакомстве мужчин и женщин, и мужчин, и мужчины, и так далее, и тому подобное, наверное, имеет право на существование. Другое дело, что каждый сам себе ставит планку качества, каждый сам себе ставит цель, для чего они знакомятся, и, соответственно, в рамках ответа на эти вопросы они используют тот метод знакомства, который им наиболее удобен. Формат сайта знакомства – это когда у тебя есть картинка и короткое описание. Это очень похоже на резюме, которое люди заполняют, когда подают желание устроиться в какую-то компанию. И вот то, что мы привыкли считывать, это, мне кажется, и есть ключевой вопрос. Потому что раньше то, за что мы боремся, это как раз про то, чтобы когда ты получаешь резюме и ищешь, условно говоря, финансового аналитика, ты бы не брал всех белокожих мужчин старше 35 лет, а ты брал весь набор анкет и мужчины, и женщины, и разного возраста, и пола, и так далее, и искал профессионала. Поэтому на сайте знакомств, в принципе, чем-то это похоже. Вопрос – это что ты ищешь. Как бы вот это ключевой вопрос, кругольный камень. Я нормально отношусь к сайтам знакомств. Я, конечно, сама их никогда не пробовала, но есть примеры людей, которые успешно знакомились и находили свою судьбу и своего там любимого человека в интернете. Мне кажется, что человека нужно узнать. И, наверное, не в интернете. Для того, чтобы разобраться в цифрах приложений знакомств в России, как это используют в бизнесе крупные компании, мы пригласили к нам в гости одного из самых известных экспертов российской бигдата – основатель Tazeros Global Systems Артур Хачуян. Артур, привет. Привет, Артур. Расскажи, насколько у нас в стране востребован Тиндер и Баду? Слушай, на самом деле очень, потому что аудитория даже как бы в России достаточно большая этих приложений. И, ну, как бы, давай так, если делать некий рейтинг, на первом месте у нас Баду, потом идет Мамба, потом идет Тиндер. Приложения, в которых ежедневно заходят люди, общаются друг с другом, они всегда поддерживают там достаточно актуальную информацию, постят фотки. И вообще это, на самом деле, один из источников получения сведений. А есть какой-то рецепт? Вот мы в редакции провели опрос, и девушки нас очень попросили, чтобы мы спросили у тебя, есть ли рецепт, как правильно составить анкету, чтобы она была успешной на сайтах знакомств, именно с целью создания серьезных отношений? Не нужно быть слишком идеальным человеком, потому что, если, опять же, анализировать профили, это человек, либо у которого в среднем 12-15 фотографий с дорогими машинами, квартирами, намекающих на их успешность, там, и так далее. С такими людьми очень редко кто взаимодействует. Это раз. Почему? Они же успешные, богатые, якобы. Но почему Инстаграм считается самой суицидной социальной сетью? Потому что люди не постят ничего плохого о своих событиях жизненных, и создается впечатление, что у человека все очень хорошо, и это угнетает аудиторию, которая на него смотрит. Давным-давно, еще 2-3 года назад, когда Тиндер там заражался, мы делали исследование по московскому Тиндеру. Что мы сделали? Мы сделали 60 ботов, которые представляют собой разную категорию разных аудиторий. Ну, то есть, по-моему, он ботаник, успешный качок, и ими лайкали всех подряд, смотрели, кто залайкает нас в ответ, и анализировали профили этих людей для того, чтобы составить карту, собственно, кто с кем взаимодействует. И уже тогда было понятно, что тренд, как бы, это живые люди, реальные люди, которые взаимодействуют с реальными людьми. Нас, как Forbes, интересуют более обеспеченные, богатые пользователи. Может быть, члены списка Forbes, может быть, и нет. Я знаю, что вы проводили такие исследования по чиновникам. Да. Наверное, и бизнесменов тоже касались. Расскажи, что они лайкают, и вообще, есть ли они на сайтах знакомств, таких как Tinder и Badoo? Окей, смотри, мы, опять же, вот в том историческом исследовании трех год назад, мы смотрели конкретно, сколько аккаунтов Tinder находится на территории госучреждений. Да. МВД, Госдума, там, так далее. Ну, больше всего понятно, что в Госдуме аккаунтов, вот, но по фотографиям никого определить не удалось. Поэтому, я думаю, что они все прячутся, да, за какими-то несуществующими активностями. Вот, кто-то мне, близкий к этой теме, сказал, что, мол, есть какие-то специализированные приложения для таких товарищей. Но я вот ни одного не знаю, и мне кажется, что мы с тобой были бы в курсе. А что ты можешь вообще сказать там о списке Forbes? На них как-то вообще можно собрать данные на этих людей или нет? Из социальных сетей? Или это только? Можно, но это, скорее всего, будут не социальные сети, это все-таки будут источники, связанные с финансами, компанией, взаимосвязи. Вот, но по большому счету, вот смотри, вот у нас обычные люди очень боятся, что за ними следят, там, государство или еще что-то. Я всегда всем объясняю, что с развитием технологии обработки данных точно так же развиваются технологии ухода от этих алгоритмов обработки данных. А здесь, когда у тебя есть практически неограниченные ресурсы и люди, ты можешь вообще подчистить все, что угодно. А если мы говорим, например, о каком-то конкретном человеке, ну, достаточно публичный, ну, в какой-то степени он выставляет свои фотографии, там, Павел Дуров, например. Мы хотим что-то продать Павлу Дурову. Мы можем как-то это сделать с помощью его невозможно? Нет, вряд ли. Ну, как бы, концепция интернет-реклама, она все-таки же всегда направлена на массового пользователя, но что можно сделать, когда Павел Дуров опубликует свой голый торс на фоне чего-то, можно по фону этих фотографий понять, в какой гостинице это было сделано. Да, а потом попытаться туда заселиться и ждать, пока он таки там все-таки появится. Но это, конечно, и с пушкой по воробьям. Реальный алгоритм поиска данных у каких-то там относительно состоятельных людях, он для всех практически одинаковый. Берешь дорогие элитные локации, там, не знаю, топ-100 лучших отелей на Мальдивах, собираешь оттуда все фотографии всех людей и пытаешься как-то проанализировать связи между этими людьми. В конце концов, кто-нибудь из них окажется женой кого-нибудь. И ты таки сможешь подобраться к этому человеку. Но с точки зрения коммуникации с ним, мне кажется, это неправильный вариант. Потому что, с одной стороны, это не точно, с другой стороны, это, наверное, бы оттолкнуло человека. Артур, расскажи, в каких социальных сетях вы собираете данные? И вообще это легально? Насколько я знаю, Фейсбук вас в том году забанил. Да, есть такое, но потом, на самом деле, разбанил даже аккаунт собаки моей. Все легально, по крайней мере, в России в рамках закона о персональных данных, потому что можно проводить статистические исследования. Мы индексируем социальные сети точно так же, как их индексирует Google, только открытые профили, которые дали на это разрешение. Какие конкретно социальные сети мы уже не говорим, но тем не менее. А почему вы не говорите, какие конкретно социальные сети? Потому что потом они, как Mail.ru, скриншот с сайта пришлют вместе с иском судебным. Это опасно, это незаконно, что ли, получается? Нет, все законно. Более того, социальные сети оперируют тем, что мы нарушаем право на их собственность, на базу данных, но в нашем замечательном законодательстве права на базу данных и на данные в этой базе это разные вещи. А данные все-таки принадлежат у нас пользователям. Если не дали разрешение на это, то ни одна социальная сеть ничего тебе сказать не может. Твои сотрудницы в компании проводили такие микроисследования, где им можно познакомиться с парнем. И я думаю, парни тоже проводили такие вещи. Ты можешь для нашего подписчика, который что-нибудь интересное напишет нам в комментарии, придумать какой-то конкурс и провести одно исследование для конкретного человека? Мы пятерым победителям найдем идеальную пару, какую они захотят. Одноразовую либо многоразовую. Задача следующая. Любовь же, любовь главная. Главное, любовь найдем. Ну это уже как подписчики захотят. Может кто-то захочет, миллиардеры. Задача следующая. Вам необходимо придумать параметр, метрику или алгоритм, по которому можно идеально идентифицировать высокодоходную аудиторию. А мы выберем. Все. Спасибо, друзья. У нас в гостях был Артур Хачиян. Артур, спасибо тебе большое. Мы находимся в башне Федерации, самом высоком небоскребе Москва-Сити. Высота нашей студии 332 метра, высота башни 374 метра. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Forbes тоже площадка для знакомства с самой качественной аудиторией. При этом инструмент капиталистов. estreкeso-с Grüцар. М 40 если subscribers Продолжение следует... где aumentри alk 9